«Мой муж постоянно вляпывался в какие-то неприятности. То возьмёт у друга машину и поцарапает её, то влезет в кредит ради какого-то бизнеса и прогорит, то ещё какая-то напасть. Сколько лет расхлёбывалось с ним вместе все эти неприятности, но теперь хватит. У меня есть сын, о котором я должна заботиться, а не за взрослым мужиком его косяки разгребать. Шесть лет назад мы с мужем зарегистрировали наши отношения и стали жить одной семьёй. С детьми решили не торопиться, потому что впереди ещё целая жизнь, мне 21 год, мужу 22. Сами мы в этой жизни тоже ничего ещё не видели. То, что у мужа есть талант влепать в разные истории, я знала, но раньше как-то не примеряла его эту особенность на семью. Первое время меня это даже забавляло, потому что всё было какое-то нелепое, но серьёзное. После свадьбы моё отношение к ситуации стало постепенно меняться. Сначала была история с автомобилем его друга. Парень купил новую тачку, моему мужу очень захотелось её опробовать. Дело было в деревне, где обмывали покупку, поэтому за руль он сел несколько навеселее. Я пыталась его остановить, но меня мягко отстранили. В итоге его вождения он умудрился другу поцарапать машину, повалить забор на участке и распугать мирно пасущихся коз. Как его бабульки палками по хребту за это не отходили, до сих пор загадка. Естественно, пришлось выплачивать деньги другу за машину и забор. Нам пришлось брать кредит. Хорошо, из людей никто не пострадал. Но не рассчитал немного. Бывает. Смущённо улыбался муж. Но кто же знал, что тачка такая мощная? Я с ним тогда три дня не разговаривала, а он не знал, с какой стороны подольститься. Кредит ведь выплачивать предстояло ещё немалый срок, но со временем тема забылась. А когда мы поехали в отпуск, то его чуть не забрали в турецкую полицию, потому что он что-то учудил на рынке. Пришлось отдать все имеющиеся деньги, чтобы его не закрыли. Что там произошло, он до сих пор не признался. Говорит, что его обсчитали, а он пытался установить истину. Но я почему-то не сильно верю в такую историю. Дальше была история с его желанием начать своё дело. С этой идеей он носился, как курица с яйцом. Работать на дядю ему надоело. Мне сразу эта идея его показалась глупой и никому не нужной. К тому же она была совершенно непродумана. Энтузиазма мужа я не разделяла. Муж решил действовать тайком от меня. Позднее он говорил, что просто хотел сделать неприятный сюрприз, но получился только неприятный. Деньги он брал в долг у друга, но так как бизнес не задался, пришлось брать кредит, чтобы этот долг отдавать. А учитывая, что муж, решив заняться собственным делом, уволился с работы, ситуация была вообще печальная. К слову, работы он менял, как носки, быстро и без особого сожаления. «Да там перспектив никаких, вот буду искать что-то получше», беззаботно мог заявить мне супруг, уволившись в очередной раз. Я постоянно просила его сначала думать, а потом делать, но у мужа обычно не получалось. Он сначала увольнялся, а потом начинал искать работу. На какие деньги в этот период будет существовать семья, его не интересовало. Когда я забеременела, мне было радостно и одновременно жутко. Никакой уверенности в завтрашнем дне быть не могло, потому что муж мог в любой момент что-то отчебучить. «Не было печали, черти накачали», – говорила о моем браке мама. Им с отцом мой выбор нравился все меньше и меньше. Что в семье у нас не все гладко, они знали, потому что ни раз и ни два бегала к ним занимать деньги, чтобы прикрыть очередной косяк супруга. Свекровь же только постоянно причитала, что на ее бедного мальчика сыпятся неприятности. «Наверное, кто-то сглазил. Бедный он, бедный», – сокрушалась свекровь, промакивая глаза платочком. «Ну да, меня-то зачем жалеть? Это же не я, постоянно живу, как на вулкане и регулярно содержу всю семью после очередной неприятности у мужа. Когда я забеременела, то первая мысль была не о том, как замечательно, что у нас будет ребенок, а о том, что мы можем его просто не потянуть. Но муж успокаивал меня, обещая, что с этого дня он станет ответственным, серьезным и будет со мной советоваться при принятии каких-либо решений». Окончание беременности пришлось на начало пандемии. Муж сначала оказался на удаленке с половиной оклада, а потом совсем остался без работы. Пока он сидел дома и искал работу, помощи от него не было никакой, зато он регулярно ныл, что сыну хорошо, его в этом доме кормят. Дома он сидел четыре месяца. Если бы не помощь моих родителей, то вообще не представляю, как бы мы жили. Потом муж все-таки устроился куда-то и стал приносить ну хоть какие-то деньги. «Ничего, сейчас я осмотрюсь и что-то получше найду», – обещал муж. А меня морозом по спине продирало. Я боялась, что он опять уволится и сядет дома. Три месяца назад я решила, что мы с мужем будем разводиться. Последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, стало то, что он пошел с друзьями в сауну, решил кувыркнуться с бортика и сломал обе ноги. В полете он еще и потолок повредил, за что ему выставили счет. Тут я поняла, что с таким мужем никогда не выберусь из дерьма, а мне еще сына поднимать. На отца-то надежды никакой. «Что же ты за жена, что с мужем только в радости?» – вопила мама моего мужа, когда узнала, что я подаю на развод и менять свое решение я не хочу. А я задумалась, была ли я в этом браке в радости. Наверное, была, но я что-то уже не упоминаю. Виновата себя не чувствую. Я тянула вазок сколько могла, но веры в то, что муж исправится, у меня совершенно нет. Ноги у него срастаются, бегать будет, обещают врачи. Но вот что у него ума прибавится, я сомневаюсь.